Как человек изменил Землю? Все ее богатства. С увеличением численности, развитием техники, технологии, производства эти изменения в природе становились все более заметными. Уже древние люди, охотившиеся на животных, погубили многих из них. Считается, что исчезновению мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных медведев во многом способствовала охота первобытных людей. Таким образом, в те далекие времена наша природа понесла самые первые раны от рук человека. Влияние сельского хозяйства на природу. Со временем люди стали заниматься сельским хозяйством и животноводством. И все бы было прекрасно, если бы это не привело к новым жертвам со стороны природы. Создавая поля, огороды, сады, люди вырубали леса, осушали болоты, что нанесло непоправимый ущерб окружающей среде. Животные, которые паслись на пастбищах, выедали траву, тем самым приводили к пустыниванию земель. Экологические проблемы, вызванные освоением новых земель. Новые географические открытия показали, что наша планета огромна, ее богатство неисчерпаемо. И люди пользовались этими богатствами, тем самым изменяя облик нашей планеты. Особенно сильно изменился облик островов. На них исчезли многие виды растений и животных. Зато многие другие растения и животные приспособились к изменившимся условиям. И со временем люди стали их называть сорняками, а животных — вредителями. Человек стал искать эффективные способы воздействия на сорные растения и на вредители животных. Таким образом были созданы ядохимикаты. Это новые вещества, которые в природе не существовали до этого времени. Они оказывали свое пагубное воздействие не только на вредителей животных и на сорные растения, но и на всю окружающую среду, и на человека в том числе. Между тем, в химических лабораториях рождались не только ядохимикаты, которые отравляли растения, животные, окружающую среду. Появились также химические вещества, из которых стали изготавливать пластмассу, стиральные порошки, лаки. Но эти вещества тоже плохо влияют на окружающую среду и на здоровье человека. Загрязнения от химических веществ распространились и на почву, и на атмосферу, и на гидросферу. Человечество пошло дальше. И помимо ядохимикатов, химически опасных веществ, стали появляться радиоактивные вещества. Их используют вооружение, их используют на атомных электрических станциях. Эти вещества очень опасны. Они не имеют ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Их очень тяжело определить. Определяется их наличие только специальными приборами. Они опасны тем, что вызывают страшные заболевания, так называемую лучевую болезнь, которая воздействует на многие органы человеческого организма и на всю живую в целом. В 1986 году на одной из таких атомных энергостанций, а именно на Чернобыльской АЭС, произошел мощный взрыв. До сих пор человечество ощущает последствия этой аварии, поскольку радиоактивные вещества попали в воду, почву и в целом загрязнили окружающую среду. Многим людям пришлось эвакуироваться, и теперь они проживают в совершенно других местах. До сих пор эта зона считается опасной. Многие виды растений и животных на этой территории попросту исчезли. Основные экологические проблемы. Человек действительно изменил окружающую природу, изменил нашу землю. И теперь она стала опасна не просто для всего живого, но и для самого человека. И для того, чтобы нам не исчезнуть с лица Земли, нужно решить несколько очень важных экологических задач. Во-первых, человечеству необходимо сохранить на нашей планете все живое. Все живые организмы, растения, животные, бактерии. Все необходимое и взаимосвязанное в нашей природе. Во-вторых, человечеству нужно избавить нашу планету от всех видов загрязнений — химических, биологических, радиационных. В-третьих, человечеству необходимо остановить опустынивание земель, которые возникают в результате неразумного их использования, в результате осушения болот. Ну и, конечно же, необходимо бороться с тем, чтобы не исчезли леса на нашей планете, поскольку именно они дают драгоценный кислород для всего живого. Только решив эти экологические проблемы, мы сумеем сохранить жизнь на нашей планете. Итак, на сегодняшнем уроке мы познакомились с вами с тем, к чему может привести необдуманное воздействие человека на окружающую среду. На этом наш урок завершен.